МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И в ближайшие 15 минут мы, как обычно, постараемся рассказать вам о самых интересных событиях минувшей недели. На минувшей неделе наша съемочная группа вновь побывала в стенах Рязанского художественного музея. И причиной нашего визита в этот раз стало вовсе не открытие новой выставки, а событие гораздо более масштабное. Ведь пополнение коллекции музеев происходит на самом деле не так уж и часто, а вот Рязанскому художественному музею удалось приобрести сразу 6 работ знаменитого художника. Когда-то в далеком 1915 году коллекция художественного музея состояла всего лишь из 75 экспонатов. Сегодня же их около 12 тысяч, и коллекция продолжает пополняться. Так, в конце 2014 года в музей поступили 6 рисунков Филиппа Малявина, приобретенные на средства Министерства культуры Российской Федерации у петербургского коллекционера Михаила Лепехина. Нужно сказать, что приобретать произведения выдающихся отечественных художников непросто. Ну, в силу того, что это стоит немалых средств, начнем с этого, потому что их надо выявить, просто найти эти произведения. И вот так счастливо сошлись звезды, что эти рисунки мы заприметили еще в 2010 году, и ждали финансирования, вели переговоры с владельцами. Мы с владельцем этих рисунков, Михаилом Пателеевичем Лепехиным, он присутствует сегодня на этом мероприятии. И, наконец, в 2014 году мы включились в федеральную программу, которая дала нам возможность получить средства на приобретение этих рисунков. Филипп Андреевич Малявин – одна из ярчайших фигур в истории русского искусства. И так получилось, что все самые значимые работы он создавал в окрестностях Рязани. Это типические портреты рязанских крестьян, крестьянок. В основном он вошел в историю как подписатель именно женского крестьянского портрета. Малявинские дивы, малявинские бабы – это целый пласт русской культуры. Создавал он мужские портреты, но они достаточно редко встречаются в его творчестве. И вот в нашем музее повезло, что в экспозиции музея находятся сразу два больших мужских портрета, написанных незадолго до революции, в 1915 году «Старик у очага» и в 1916 году «Мужской портрет». Картина «Старик у очага» – особенно цена для музея. Дело в том, что в 1919 году была организована первая и единственная персональная выставка Филиппа Малявина, на которой была представлена эта картина. И уже с выставки она попала в музей и по сей день занимает почетное место в его экспозиции. Теперь же коллекция графики художника пополнилась еще шестью рисунками, которые были выполнены в 10-х годах 20-го столетия, в период работы Филиппа Малявина в окрестностях Рязани. На четырех из них изображены местные крестьянки. Два других рисунка являются автопортретами художника. Выполненные в артистичной, характерной для Малявина манере, они стали достойным выполнением коллекции Рязанского художественного музея. С этим художником мы встречались уже не раз. И нужно отметить, что каждая новая встреча с ним и его работами дарит нам только положительные эмоции. До этого мы рассказывали в основном о маленьких экспозициях художника, но на этот раз нам посчастливилось увидеть большую тематическую подборку, посвященную настоящим романтикам. Около 50 работ, способные настроить зрителей на романтический лад и приподнять их над серой реальностью, расположились в выставочных залах Научно-методического центра народного творчества. С автором этих полотен Дмитрием Папандопула мы и наши постоянные зрители уже знакомы. Так что для нас не секрет, что работа этого художника отличает какая-то особенная искренность и исходящий от них свет. Чувствуется, что Дмитрий Спиридонович пишет картины только в хорошем настроении. И в этот раз подборку своих работ он решил посвятить тонко чувствующим романтическим натурам. Я старался подбирать экспозицию из какого принципа? Это вам романтики, да? Из принципа того, что пейзаж, какой-то вид, не знаю, вот люди, все как-то приподнять хотелось бы над... Надо быниностью, что ли, да? И романтизировать, что ли, хоть немного. Я думаю, что в некоторых работах мне это удается. Урожайниц солнечного геленджика на своих полотнах увековечил и город, в котором он вырос, и Рязань, которая стала для него второй родиной. Конечно, здесь представлены и портреты, но художник признается, что ему больше по душе писать пейзажи. Бывает, что я выйду, я ищу. Я хожу, смотрю, смотрю. А, кажется, в этой, потом в принципе, нет, в этой тоже что-то было. А потом что-то на уровне подсознания, что-то здесь щелкнет. Вот, и я начинаю делать, а если еще и получится, я, конечно, тогда рад. Вот, а иногда я что-нибудь высматриваю. Вот я высмотрю и так хожу, хожу, потом второй раз приду туда, третий раз поглядываю, поглядываю вот на этот вид, на этот пейзаж, а потом сделаю. Ну, другой вопрос, получится или нет. Море, наполненное солнечным светом, живописные уголки Рязанщины, тихо, тепло и действительно романтично. Во всех этих работах разлито невероятное спокойствие. Чувствуется, что автор наслаждался процессом их написания. Да душа как-то поет, радуется. Вы знаете, что-то там даже болело, там нога и прочее. Вот ты сделал, ты даже немножко забыл, что у тебя нога хромает, ты пошел домой, потому что этюд получился. Ты идешь под неким градусом, ты даже выпил немного. Ей-богу, хотя трезвый. Так получилось, что открытие выставки совпало с днем рождения Дмитрия Папандопола. Присутствующие хотя и поздравляли автора, но поверить в то, что ему исполнилось 80 лет, не могли. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем ему здоровья и новых, таких же добрых и романтичных работ. Ну а с этой выставкой все желающие могут познакомиться в Научно-методическом центре народного творчества. Она будет открыта для посетителей до 6 мая. Ну вот и наступила настоящая весна. А это значит, что люди начнут задумываться о переменах. Кому-то захочется сменить прическу, кому-то цвет волос, но для кого-то перемены будут более глобальными. Ведь именно весной многие начинают задумываться о строительстве собственного жилья. В нашем следующем сюжете мы расскажем, где можно купить правильные строительные материалы. Улица Есенина, дом 1А, торговый дом Евпатий. Именно здесь, на втором этаже, расположился центр загородного домостроения. Уже само название этого магазина говорит о том, что здесь можно найти все необходимые материалы для вашего строительства, начиная от железобетона и заканчивая кровельными материалами. Если вы до сих пор считаете, что кирпич может быть только белым и красным, то будете поражены огромным выбором этого материала в центре загородного домостроения. Магазин сотрудничает с ведущими российскими и импортными производителями. Так что здесь можно найти десятки различных оттенков и фактур, в том числе и популярный на сегодняшний день кирпич по технологии Flash Object. Это кирпич неоднородного цвета с переходом от более светлого к более темному. То есть в стене такой кирпич смотрится всегда по-разному. Одинаковых домов, соответственно, не бывает. Помимо классического кирпича, здесь вы можете приобрести клинкерный кирпич и кирпич ручной формовки. Также в центре загородного домостроения напоминают, что самое слабое место в кладке – это растворный шов. Здесь вам предложат готовый кладочный раствор, который требует просто добавления воды. Смеси немецкой фирмы Quick Mix – это гарантированное качество, а также более 20 различных оттенков. Ведь даже стандартный красный кирпич на белом растворном шве будет смотреться гораздо богаче и выгоднее, чем обычный серый раствор. Особенности этих растворов – это из-за патентованной технологии и добавления вулканической пыли, за счет которой эти растворы становятся очень прочными. Ну, плюсов много. Более подробно, конечно, обо всем этом можно узнать в наших магазинах здесь. Поскольку изначально центр задумывался как магазин для комплексного благоустройства и строительства, то не обошли здесь и такое направление, как тротуарная плитка. В магазине представлено несколько производителей, так что любой покупатель сможет подобрать именно то, что нужно ему – и по внешнему виду, и по форме, и по цене. Здесь же вы можете приобрести садовые светильники и фонари. Это наше собственное производство в Москве. Особенность этих светильников – то, что они выполнены из качественной стали и имеют порошковую окраску. То есть это 100% не китайский вариант, не силумин, не пластик. Они имеют уже всю электрическую подготовку. Такие фонари достаточно просто подключить, и они будут работать. Все светильники выполнены из качественных материалов, имеют уплотнители, то есть они защищены от воздействия влаги. Вам предложат несколько коллекций светильников, и в каждой из них вы сможете выбрать подходящий именно вам размер – от полутора метров до четырех. В этом же центре вы можете заказать уже готовую деревянную лестницу в свой дом. Приятно удивляют цены. Например, вот такой вариант стоит около 40 тысяч. Стоимость подобной лестницы, сделанной на заказ, будет в 2-2,5 раза выше. Такая низкая стоимость обусловлена именно готовыми вариантами лестницы. Они на заводе делаются уже в определенные размеры. Как правило, все модели стандартные и подходят под большинство готовых проектов, которые люди сами делают, строят. То есть среди ассортимента можно выбрать лестницу с поворотом на 180 градусов, на 90 градусов, прямую лестницу. Мало того, у нас есть услуга замерщика и монтаж этих лестниц. То есть если, допустим, бывает так, что лестница немного не подходит, мы можем сделать подгонку лестницы по месту. Ценовая политика магазина такова, что любой покупатель сможет подобрать здесь качественный материал по приемлемым ценам. Конечно, в связи с ростом курса валюты цены немного поднялись, и ждать их понижения не приходится. Наоборот, в начале апреля стоимость некоторых материалов поднимется на 5-10%. Так что если вы собрались делать покупки, то лучше поторопиться, тем более, что здесь вам помогут реально сэкономить. Мы можем принять от человека деньги и сделать определенный график поставки, который, конечно, не будет там через год поставки, а там, допустим, человек оплачивает деньги, и мы понимаем, что материалы нужны через два месяца. Заводы сейчас идут на то, чтобы хранить продукцию на своих складах, то есть они дают нам возможность продать материал с вывозом по определенному графику. Приобретая материалы здесь, вы можете быть уверены не только в лучших ценах, но и в высочайшем качестве. С Центром загородного домостроения сотрудничают ведущие застройщики Рязани. Уже не один дом построен с использованием их материалов, а в настоящее время именно Центр загородного домостроения является поставщиком кирпича для строительства сразу нескольких многоэтажных домов в разных частях города. А это значит, что ассортимент позволяет подобрать материал для любых целей и финансовых возможностей. Так что, если вы имеете отношение к строительному бизнесу или же собрались заняться строительством частным образом, то именно здесь, в Центре загородного домостроения, на улице Есенина, перед автосалоном «Фольксваген», вы сможете найти все необходимые вам материалы. Ну что ж, и на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова